Приветствую вас на канале Монах ТВ. Сегодня у нас такой небольшой обзор и протестируем хлебопечку MULINEX OV251E32. Ну и небольшая история, как я стал счастливым обладателем этой хлебопечки. На прошлых выходных встретились с Диманом и Катей и в разговоре они мне такие говорят не хочешь приобрести какую-нибудь технику, у них на карточке накопились баллы и нужно их потратить. Ну я как бы планировал приобрести вакууматор и даже откладывал на него средства, но тут зашел на сайт и выбрал хлебопечку, я ее тоже планировал, но после вакууматора. Тут же стал просматривать они обзоры, отзывы и в основном были все положительные кроме маленьких таких недочетов, но меня эти недочеты совсем не пугали, поэтому в принципе уже выбрал вот эту хлебопечку MULINEX и тут еще вспомнил, что семья моего старшего брата тоже готовит хлеб. Я позвонил его жене, говорю Наташа какая хлебопечка у тебя? Она такая говорит MULINEX. Я такой все вопросов больше не имею и все мой выбор еще раз подтвердился и вот она приехала. По комплектации вытащил из коробки, идет такая вот книга рецептов. Сразу скажу, что отзывы о рецептах из этой книги не очень хорошие, советую по ним вообще не готовить. Ну не знаю, можно конечно поэкспериментировать. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Кабель конечно коротковат, думаю не больше метра, так что при выборе обращайтесь на это внимание. О, какая большая дверца! В комплекте идет мерная ложка, столовая и чайная. Лопатка для замешивания теста, она с антипригарным покрытием, крюк для извлечения этой лопатки из буханки хлеба, мерный стакан на 500 миллилитров и здесь еще мера чашками, ну и такой вот стакан для приготовления йогурта и творога. Ну и соответственно сама емкость для приготовления хлеба, она тоже с антипригарным покрытием и кстати его очень хвалят. Верхняя часть вот эта вот пластиковая и пластик глянцевый и поэтому на нем остаются все отпечатки, мелкие царапины и так далее. И это опять же не ходовая часть, мне без разницы, я это с самого начала знал. Так открываем, здесь вот в крышке расположены диспенсеры. Вот этот большой для орешков и семян каких-нибудь, этот вот маленький для сухих дрожжей. Вот как раз крышка, сюда орешки, сюда дрожжи. Но при выборе программ их легко отключить, если они не нужны. Также на этой крышке идут программы, их 22, включая ручной режим. В этом блоке идет хлеб. Основные режимы, как я узнал из обзоров, это хлеб без соли, французский хлеб и сладкий хлеб. У меня была раньше хлебопечка и я выпекал в основном на программе французский хлеб. Здесь у нас тесто, тесто, пирог, песочное тесто. Здесь у нас блок каши, крупы, варенье и вот этот крайний блок йогурт, питьевой йогурт и творог. Все это мне интересно, мы все это попробуем. И вверху вот здесь смотровое окно. По-быстрому пробежимся по программам, по меню. Меня сразу предупредили, что дисплей здесь глухой. Видите какой? Неяркий. Можно, конечно, было сделать синим светом цифры и знаки. Ну да ладно. Меню. Выбираем программы. Первая, вторая, третья, четвертая и погнали. Здесь загорелись диспенсеры. Ну, допустим, выбираем десятую программу. Это у нас сладкий хлеб. Нажимаем выбор. Замигал диспенсер с орешками. Еще раз нажимаем выбор и удерживаем. Все, он пропал. Замигал диспенсер добавления дрожжей. Удерживаем. Все, отключили диспенсеры. Здесь у нас выбор веса хлеба. 500, 750 и 1000 грамм. Чем больше вес, тем, соответственно, больше увеличивается время приготовления. Это таймер, отложенный старт. Допустим, нужно, чтобы хлеб приготовился к утру. Устанавливаем, включаем. Ночью начинает готовить и на завтрак у вас теплый свежий хлебушек. Ну и корочка. Светлая, средняя и темная. Кнопка старт, стоп и есть пауза. Такой вот краткий обзор, но хочется уже перейти непосредственно к тестированию. В общем, лазил я на форуме хлебопечка и попался мне такой рецепт пшенично-гречичный хлеб. Кому интересно, оставлю ссылку в описании к видео. Там все граммовки и отзывы о рецепте. Ну, я немножко по-своему сделаю. 350 миллилитров теплой воды. Ну, градусов 35, наверное, она у меня. Полторы столовых ложки сахара. Размешиваем сахар, желательно до полного растворения. Ну и здесь в рецепте идут сухие дрожжи. 1,25 чайных ложек. Я буду добавлять живые 8 грамм. Пускай стоит вот в сторону. Беру. Муки 400 грамм пшеничной и гречичной 100 грамм. То есть 500 грамм получается муки. Сразу будем отмерять на весах. Все это обнулилось. Добавляем до 400 грамм. 400 грамм пшеничной просеиваем. И сюда же добавляем муку из гречки. Я ее в магазинах не нашел. Пришлось блендером перемолоть и просеять через сито. Получилась мука. Общее количество 500 грамм. Чашу вытаскиваем из хлебопечки, чтобы не нагружать ее там и не насорить за края чаши. Дрожжи у нас уже забродили. Заливаем их сюда. Добавляем 1 чайную ложку соли. 2 столовые ложки растительного масла. В рецепте идет оливковое. У меня просто обычное. Засыпаем муку. Все, что попало, на бортики убираем. Блин! Я, короче, забыл поставить лопатку. Кто-нибудь ставил так вот? Ладно, сейчас попробуем. Все, установил. Загружаем в хлебопечку. И выбираем шестую программу. Хлеб без соли. Меню. Шестая. Так, вес. 1000 грамм. Таймером не будем пользоваться. И устанавливаем корочку среднюю. Так, еще нам надо отключить диспенсеры вот эти, чтобы они не срабатывали. И нажимаем старт. 3 часа 5 минут. Замес можно производить с открытой крышкой. И если на стенках будет скапливаться мука, ее вот силиконовой ложечкой, лопаткой убирать, чтобы потом, когда выпечется хлеб, не было у него на корке муки, в общем. Ну и для особо одаренных скажу, что, конечно же, чашку предварительно хорошенько помыли. И стакан вот для йогурта, для творога тоже. 10 минут прошло. И началось интенсивное замешивание. Формирование колобка. Замес остановился. Теперь будет подъем нашего колобка, подъем теста. И на этом этапе можно его вытащить и сформировать покруглее, если кому-то надо. Я хочу оставить прямо так, как есть, и посмотреть, что из этого получится. Закрываем крышку и даем полностью приготовиться хлебу. Хлеб рекомендуют вытаскивать сразу после приготовления. Поэтому надеваем силиконовые перчатки. Но это для того, чтобы он не размяк при остывании. Потеть будет. Даже не знаю, смогу ли я вытащить его. Смотрите, какая красота. Ба! Удивлен. Ох, какой зажаристый. Берем крючок. И извлекаем лопатку. Оставляем, чтобы немного остыл. И нарежем. Просто красавец получился. С румяными боками. Нет больше терпения ждать. Ох, красотища! Кайф Кстати, вот эта вот часть хлебопечки, она металлическая, просто покрашена в черный цвет Попробуем Ну прям гречкой отдает Обалденно вкусный хлеб Наконец-то у нас появилась хлебопечка Давно все собирался Кто в детстве ходил за хлебом Вот он такой теплый Прям хочется вот так откусить его Ну смысл его кусать, если у меня здесь то же самое Поначалу хотел мясо нарезать С мясом? Нет Здесь ничего не нужно Красота и вкуснота Очень сильно переживал, получится или нет Получилось отлично Заводим новую страничку В книге рецептов С хлебопечкой У меня, кстати, еще старые рецепты От старой хлебопечки остались Ну, возможно, что-то подойдет Там еще делал Для пиццы Тесто Обалденное Потихоньку будем делать Но я всегда говорю, что самый лучший обзор Это тот, который вот Ну, человек купил какую-то вещь Показал обзор про нее И потом в дальнейшем В своих видео Она мелькает, мелькает Что-то он пользуется ей Вот это самый лучший обзор Время Время В приготовлении творога оказалось все довольно-таки просто Кроме одного Найти кефир Жирностью 4% Я нашел Это фермерский Не знаю, есть ли смысл вообще В таком твороге У нас стоит такая бутылка литровая 78 рублей Ну, в общем Берем стакан Здесь вот такой вот Сеточкой Один стакан Внутрь вставляется Заливаем кефир Ну, вообще как сметана Ну, у него жирность идет От 3,5 до 4,5 Вот такой вот густой он Закрываем крышку Для меня это уже такой изначальный рецепт Который я вряд ли буду повторять Но просто интересно попробовать И помещаем хлебопечку Так, ставим 22-ю программу Это у нас творог И увеличиваем время На 45 минут То есть Программа 2 часа Двухчасовая Мы еще добавили 45 минут Это так советуют вообще делать Не знаю Первый раз делаю Сигнал прозвучал Открываем Ух ты Там горячо Достаем стакан Открываем крышку И как по мне Так нифига ничего не получилось Ну, серьезно Может быть нужно Было дать Постоять Охладиться Не знаю Получается Вот столько творога Ну, если отсюда Вот перелить Что получится Ну, запах, конечно Творога Ну, нет Это что-то не то Либо я что-то Неправильно сделал Но мне так Посоветовали Рецепт такой Так что Это не моя вина Однозначно Может быть Рецепт не рабочий Убираем Вот это вот Пускай остывает И уберу в холодильник Посмотрю завтра Что осядет здесь Что касаемо Творога Из кефира Я сейчас Все обратно Слил В одну емкость На ситечко Постелил Четыре слоя Марли И уже через этот Фильтр Погрузил в холодильник Стекать все это Посмотрим утром Что получится Дальше Йогурт Вытаскиваем Вот этот вот Стакан С отверстиями Он нам не нужен Кладем йогурт 150 грамм Наверное У меня получится Половина Вообще 100 грамм Достаточно Потому что У нас будет Всего лишь Литр молока Молоко 3,5% Говорят Можно использовать Любое Ну если только Домашнее Из-под коровы То нужно Его пастеризовать Хорошенько Перемешиваем Чтобы йогурт Разошелся В молоке Но это Своего рода Закваска Если есть Домашний Я так понимаю Что можно Использовать Домашний Он обычный Вот этот йогурт Натуральный Без всяких Добавок Несладкий Здесь у нас Все перемешалось Закрываем Погружаем В контейнер И загружаем В хлебопечку Устанавливаем 20-ю программу Ух ты 8 часов И нажимаем Старт Как раз до утра Всем доброе утро Хлебопечка С йогуртом Отключилась А вот Наш творог Который Я через марлю Процедил На цвет марли Внимание Не обращайте Это я виноград Процеживал Сейчас сразу Взвесим Сколько тут Его получилось Но На вид Вроде бы Творог Поэтому Мне немножко Неправильно Ну Не досказали Рецепт 291 грамм Мне просто Когда посоветовали Сделать творог В хлебопечке Сказали Что Прямо В этом стакане Он останется Ничего не нужно Процеживать Ну Нет А вот Через марлю Получился Попробуем На вкус Ну Да Творог Доверяй Но Проверяй Ну А теперь Можно Достать Наш Йогурт Он уже Час назад Как Отключился Приготовился О Вот Это Вот Больше Похоже Что Сразу Получилось Такая Вот Красотень Огонь Ничего Подходящего Кроме Как Смородного Варенья Я не нашел Так вот Положу На дно По ложечке Варенья И Сверху Еще Прям Чуть Чуть Совсем Ну Красота Прям 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 Отличный Завтрак Вкуснотища Всем приятного аппетита Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан Будет много всего интересного Оставляйте свои комментарии Делитесь этим видео с друзьями Это помогает продвижению канала Также подписывайтесь на мою страничку в инстаграме Там частенько бывает анонс фотографий Теперь с хлебопечкой, с автоклавом, с дегидратором С ножами Российской империи СССР С выездов на природу На рыбалку, на тихую охоту И так далее и тому подобное Ну а я продолжу свой завтрак Всем пока Ну я так понимаю, что Можно теперь циклично Вот это все готовить Из этого йогурта брать закваску Надеюсь, я все правильно понимаю Красота Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!